вот интересный комментарий исторический комментарий люди еще помнят что было предлагаю вот этот момент прослушать заслушать очень интересная историческая информация прослушал ролик про украинизацию который вышел вот на телеграм-канале и хочу в копилку еще такую одну историю рассказать так скажем реальный исторический факт из опыта моей личной семьи мне тут просто делать нечего неделю уже сидим бортов нет про проект уже думать не могу уже в голову не лезет короче смотрите какая вот ситуация интересная у меня семья по отцу по получается по деду отца она жила в грузии со с екатерининских времен когда грузия вошла в состав россии россия туда вводила войска казачьи войска в том числе были солдатские войска из-под воронежа и казачьи войска из белой церкви с украины с белой церкви вот и в составе казачьих полков вот мои предки там оказались потом им давали землю по границам расселения тогдашнего грузин которая была очень маленькая если вот по этим поселением посмотреть то было расселение маленькое их оставалось 40 тысяч вот их там резали кто попала и послы грузинские несколько дней стояли перед екатериной на коленях ну перед посольством там чтобы их взяли в состав грузии ираклий их князь перед этим там что-то накосячил какие-то договоренности не выполнил и екатерина сказал пошли на он прошу прощения в итоге потом значит грузию взяли вот вошли мои предки туда вот и там остались жить вторая часть получается бабушка по отцу они туда уехали сбежали от рассказать чего не причем почему именно в грузию видимо какие-то оставались но бабушка не могла сказать не смогла сказать в общем уехали они туда и получается там как бы уже рода объединились вот и смысл в чем в советское время что самое интересное наши однофамильцы приехали с украины работать в грузию вот моим с моей фамилией но в паспорте у них уже было написано украинец и моя прабабушка она не знала что такое украинец и когда они говорили что вы же украинцы но нам на суржике разговаривала я приезжал в деревню я ее первые два дня не понимал она не понимала что такое украинец она над ними смеялась она говорила что украина украина царичка какая речка а я знаю у больше украина царичка у польши вот не знаю что там за речка вот и все вот все кто там жил вот получается половина воронежский половина белоцерковский никто из них не знал что кто-то украинец вообще не было такого все думали абсолютно серьезно что они русские то что происходит вот с нашими странами такими как грузия так такими как армения ребята не осознают статус что происходит они не понимают что большинство войн это религиозные религиозные управляемые католичеством вот все войны в большинстве своем это католические войны и применительно когда на вас направляют воинов ислама чтобы они истребляли ваш этнос это деятельность католических институтов то же самое было когда британия подымала иран на различные боевые действия чтобы иран воевал с россией результате этого погибло очень много людей погибло очень много и православных и мусульман и просто это был такой пакет бессмысленных боевых действий очень тяжело прошлись по грузии очень тяжелось прошлись по армении и то что сейчас армения и грузия пытаются тянуться к католикам когда они тянутся к западу куда они тянутся они тянутся к католикам католики это те люди которые ваша ваш геноцид ваше кровопролитие чужими руками устраивали уже многократно и будут это продолжать делать то есть это барашек тянется к волчишки когда грузия тянется к волчишки католик католикам так западу западу кто такой запад католики вы не помните что вы не знаете вашу историю вы ее не помните поставить доверчивыми продажными также идет постепенно вымывание вот грузия ориентируется на турцию на ислам в культурном плане это вот люди не помнят что было с цивилизации как варили в котле с кошками как вырезали там тысячами многими тысячами это разные цифры подсчета кто-то миллионы прямо называет вот и это реальный геноцид и вы когда отталкиваете себя от единственного центра который может вас защитить это вы идете в пропасть в реально вот католики вас могут только поиспользовать ислам в лице турции вас может только поглотить размыть единственный центр на земле который может вас защитить это россия и вы отталкиваясь от от россии потому что католики вас так научили ну это интеллектуально печально и пока вы это не понимаете вы в руле овечки которая жмется к волку такая ситуация а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»